Дай почитать. Альберт Дюрер – скромный человек и великий художник не только немецкого, но и мирового взрождения. Магда – ведьма и рыжеволосая красавица по совместительству, плюс лечит травами. Трое солдат – обычных мужчин, любящих побиться, поесть, попить и поспать. Ну и, понятно, Дисмос – оптовый поставщик христианских реликвий могущественным клиентам – архиепископу Альбрехту и Курфюсту саксонскому Фридриху. О, это был чудовищный бизнес в далеком 1517 году. Пытки, преследования, ведьмы, доминирование католицизма – все холодит кровь и дух захватывает. А еще так запросто и убедительно действует великий немецкий живописец Дюрер, Курфюст Священной Римской империи, высшие духовные лица Ватикана – ни секунды простоя. Динамика, увлеченность, бодрость, остроумие и неожиданная развязка. Все в каких-то голливудских стандартах развивается, куча авантюристов, тяготеющих к приключениям, обогащению и высокой интриге. Да, легкомысленно, да, на пару вечеров, да, миленькая и складненькая, ну и что? Преступление, обман, да что вы, дорогие слушатели, чудо, как полезно для расслабления и приятного времяпрепровождения. А, собственно, кого заботят? Не чистота происхождения вещей, а их количество. Да, бесчетное количество стрел святого Себастьяна, сотни копий судьбы, две полщаницы. Мастерство автора Кристофора Бакли виртуозно. Он блестяще сочетает исторические источники и художественный вымысел. Язык легкий, понятный современному читателям, но перед нами потрясающая атмосфера Средневековья. Такие знакомые имена, очень выверенный темп повествования, множество боевых сцен. А герои, неважно, что как-то их психологические портреты не до конца разработаны, но это и ни к чему в такой книге. А этих героев мы любим, а злодеев терпеть не можем. Никакой скуки и печали в романе Кристофора Бакли «Собиратель реликвий» 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65 и Ленина 103А. До новых встреч! Дай почитать! Субтитры создавал DimaTorzok